Всем привет! Я в Румынской Тулче, на Данае. А вы говорите, видео трясётся. Конечно, если хожу по таким дорожкам. Сегодняшняя Тулча показалась мне чистеньким, аккуратненьким, ухоженным таким городком. Улицы вымощены булыжником. Многие здания имеют характерный валашский облик. А основан вообще этот город был ещё в 7 веке до н.э. греками. Археологический музей – это одна из важнейших достопримечательностей города Тулча. Сейчас мы с вами сходим туда и продолжим наш экскурс в историю. В первом тысячелетии до н.э. эта территория была заселена фракийскими племенами – гетто-даками. А в 106 году она была завоёвана Римской империей. И здесь была образована провинция Дакия, которая и находилась под властью римлян до 271 года и подверглась значительной романизации. В 3-5 веках н.э. – это эпоха великого переселения народов. Здесь проходят и частично оседают готы, гуны, авары и славяне, оказавшие большое влияние на материальную и духовную культуру дакароманского населения. В этнографическом музее Тулча все экспонаты демонстрируют очень тесную связь румынской и болгарских культур. В 8-10 веках регион Добруджа, где находится город Тулча, являлся частью первого болгарского царства. Смотрите, какая вышивка, полотенца. Ковры домотканные. Красота. А эта сцена, я так понимаю, благословения молодых родителями. В 9 веке именно от болгар местное население восприняло христианство по византийскому образцу. Восстановка священника. Как я говорю, половина на болгарском, половина на русском. К 13 веку здесь сложилось небольшое феодальное государство Валахия, быстро попавшее в зависимость от Венгрии. В начале 14 века местный господарь Басараб I основал единое государство, именуемое в источниках Румынская земля. На одной из главных площадей Тулчи стоит памятник Мирчи Старому. Это валашский воевода, который на протяжении нескольких десятилетий успешно отражал экспансию турок. Но все же маленькая Валахия в 1416 году попадает в полную зависимость от Турецкой империи. Парк и монумент Свободы в Тулче – это общеисторическая память с Россией. Они были заложены в честь победы русских и румынских войск в войне с Турцией 1877-1878 году, в результате которой была утверждена румынская государственность. Вид на Дунай. И здесь, на набережной, я нашла еще одно доказательство тесной связи между русской и румынской историей. Живое доказательство. Ваша мама русская? Не жиже, потому что мы на партии не разделим бы и особо, чем мы идем. У вас мама... Конечно, есть русский. А она когда приехала? Еще в советское... Она приедет, как Париж, гвард на то, что русский старый. А, то есть ее семья эмигрировала в Париж? Видишь, как интересно. И здесь учили в Румынии? Тоже все учили русский? Нет, я тоже учил русский язык. Раньше, да? И поэтому вы знаете? Да, поэтому. Зачем? Я знаю, зачем? Моя люди есть. А моя матка есть русский. Русский-русский, старый русский. Интересно. А вас зовут как? Меня зовут Алексей. О, имя русское. Мама дала. А отец румын? Отец румынский. То есть она уже здесь вышла замуж? А почему, интересно, она из Парижа приехала сюда? Не знаю. Это есть история. Спасибо. Ну, а про удивительных людей-липован, потомков-старобрядцев, бежавших из России в 18 веке сюда, на территорию Румынии, я вам подробно расскажу в следующем видео. Так что ловите новые видео на моем канале. Заодно и узнайте, почему в Тулче стоят бюсты Сергея Есенина и Тараса Шевченко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...